Здравствуйте! Мы в сети, в студии Виктора Самусенко. Видео спецоперации Красноярского СОБРа попало в интернет. Накануне его загрузили на наш сайт afontov.ru. Итак, смотрим внимательно. Группа спецназа располагается напротив квартиры подозреваемого. И через открытую дверь ему предлагают бросить оружие, чтобы разрешить ситуацию мирно. Старший группы заходит внутрь. Он требует, чтобы злоумышленник лег на пол. Группа начинает также внутрь подтягиваться, но тут явно что-то пошло не так. Чего? Саня, уйди! Отойдите! Отойдите! На этих кадрах видно, как раненый спецназовец не без помощи своих сослуживцев покидает квартиру. В результате операции, открывшей огонь житель квартиры, был убит. В интернете сотни комментариев на данную тему. Кто-то осуждает силовиков, говоря о том, что это все происходило в жилом доме, могли пострадать люди, да и вообще все можно было разрешить более мирным путем. Кто-то же, напротив, хвалит оперативников и желает раненому бойцу скорейшего поздравления. Идем далее. В Красноярске появится новый бизнес-центр. Об этом новости, о фонтовой новости рассказывали накануне. Итак, его планируют расположить недалеко от торгового квартала на Свободном. Эксперты усомнились в том, что арендаторов, ну, так сказать, хватит на все площади. Но стоит отметить и тот факт, что в Октябрьском районе современных бизнес-центров пока еще нет. А кажется ли новый объект востребованным с этим вопросом? Мы обратились к представителю Московской бизнес-школы в Сибирском федеральном округе и известному бизнесмену Дмитрию Сухану. Здравствуйте. Дмитрий, ну, ваше мнение на этот счет? Ну, я думаю, что если будет нацелен этот бизнес-центр на средний сегмент, то, безусловно, будет востребован. Сравнивая ситуацию с арендной коммерческой недвижимости в других городах Сибирско-федерального округа, могу сказать, что нехватка в Красноярске и начинающим бизнесменам очень сложно найти подходящее место. То, что предлагается в сравнении с Новосибирском, там за эти деньги можно в метро взять хороший офис. Здесь же это будет далеко не престижное место в Красноярске. Что ж, Дмитрий, спасибо большое за ваши ответы. Мы же идем далее. Напоследок видео о том, как мечты сбываются. Согласитесь, мечта. Вот так вышел с работы, сел за руль, выехал на автостраду, взлетел и полетел домой. Без всяких там, что называется, пробок. Так, добавлю, что это средство передвижения намерено даже ввести в серийное производство. Ну, хотя вот эта новость как раз, наверное, все-таки пугает. Мне остается добавить, что свои комментарии к сюжетам и темы для новостей вы можете отправлять нам с помощью социальных сетей. Мы из ВКонтакте, в Фейсбук, держим связь через Скайп. У нас есть аккаунт в Одноклассниках, также для вас работает сайт afontova.ru. Ну и пишите лично мне, мой твиттер-аккаунт на ваших экранах. Мы не только в эфире, но и в сети. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok